Хорошо помню этот день. Мне было лет шесть. Было солнечное жаркое лето. Была суббота. Мы с мамой пошли гулять. Собирались мы забраться на сопку. Наш поселок находился в долине и окружен довольно высокими, но не очень крутыми сопками, порожками, кедровым стланником. Развезти там костерок, скипятить чай и в общем посидеть на природе. По дороге зашли в магазин. Это был большой вермах из разряда есть все. Одежда, телевизоры с магнитофонами, игрушки, бижутерия, косметика, радиодетали. Маме надо было с чем-то, с кем-то, кто там работал, поговорить. А я все это время ждал, изучал витрины, до которых морда тянулся носом. А потом я увидел, что за окнами что-то изменилось. Я кинулся к окнам. То, что я увидел, меня потрясло и поразило. На угольно-черном, расчерченном яркими линиями небе, бешено сияло ослепительное солнце. Линии постоянно перемещались, пропадали, появлялись новые. Но из-за сопок вставало второе, гигантское черное солнце. Оно тоже состояло из таких же линий, но они были неподвижными. Оно было нарисовано именно небе. Как детский рисунок, круг, вернее его часть. И миллионы лучей, лучиков, которые переливались всеми цветами. Я закричал, мол, смотрите, что это такое. Но меня ухватили за плечи, меня оттащили от окна. Мама закрыла мне глаза руками и говорит, не смотри, нельзя на это смотреть. И голос у нее перепуганный. Я тоже испугался, спрашивая, почему нельзя смотреть? Там же интересно так было. Что это такое, мама? А она молчила, не спрашивая, не надо, нельзя об этом. Потом руки от глаз отпустила. А я смотрю, в магазине завесили окна плотными шторами, свет зажгли. Много людей набилось. Голоса взволнованные, шепот. А потом как-то стали затихать. Только тревожные взгляды. В подсобке зазвонил телефон. Там в трубку кто-то кричал в тишине, которая вдруг стала звенящей, когда бросили трубку. Я не помню, сколько мы там провели времени. Было душно и жарко. Некуда было присесть, хотелось есть и пить. Крепкие мужчины сменяли друг друга у закрытой на засов двери. Молча, как смена караула. В тишине было слышно, как снаружи доносятся далекие, гулкие удары. С каждым ударом становилось все более жутко. А потом еще погас свет. Принесли свечи, но легче не стало. Хотелось не смотреть на шевелящиеся повсюду тени из густки темноты по углам. Потом кто-то застонал и вновь побежал шепот. Сердце, лекарства, надо скорую. Они не приедут, они не доберутся. Дайте телефон, свет дайте, пустите к телефону. Он же умрет. Кто-то пробирался в подсобку. Звоните в скорую. Кто-то ругался у выхода. Плакал, умоляю выпустить. Вдруг громким голосом прозвучало. Дура, сгоришь и все, не добежишь. Потом я, кажется, уснул. Проснулся я и сразу понял, что дома на диване. Была темнота, но в окно был виден соседний дом, где в паре окон дрожал свет. Я позвал маму. Она сидела на кухне. Я начал расспрашивать. Мама, что это было? Скажи. И я до сих пор помню, отчетливо помню этот зловещий ледяной полушепот, которым мама меня отчитывала, говоря, чтобы я никогда больше не вспоминал и не спрашивал про это ни у нее, ни у тем более у кого-то еще. Иначе нам не жить ни ей, ни мне. Забудь, замолчи и заткнись. Лет пять назад я подумал, что прошло достаточно много времени. Стал маму расспрашивать, а она в слезы побледнила, заколотила ее от дрожи. Я так ничего и не узнал. Видимо, и не узнаю никогда. Но временами мне снятся кошмары, что там, на черном, как в космосе, небе сияет бешеное солнце, а под ним второе, огромное, черное и нарисованное на небе. Субтитры создавал DimaTorzok